кто это пришел продукты нам принес наверное показывает что-то там ну куда ты пошел в одежде так вот вот муж пришел с работы и принес продукты освободился сегодня рано с работы 400 грамм наверное но после нового года о картошин как я люблю большие эксперт волос будем проводиться у него будет отдельный взор сейчас готовлю себе ужин такой вот не сюда уже положила геркулес банан правда банан 100 грамм я решил положить половину половина оставила сыну вот и вот сейчас вот еще буду резать яблоко кстати нужно зависеть 800 11 грамм меня хлеб весит у нас вообще на улице там такая метель кошмар третий день идет снег как конец января наступил так пошел снег все так где не туда положил на самом деле никогда такой коктейль еще не пробовала именно вот с геркулесом на кефире то есть обычно молочное делаем молочное делаем на молоке а здесь вот я решила все таки попробовать и геркулес берется именно сухой я сначала думал что может быть его завари думаю что же там такое получится то думаю сухого думаю вдруг он будет мешать там щекотать например горло когда я буду есть вот яблоко здесь тоже у меня 100 грамм но его на это же будет поменьше потому что серединку я забрала я порежу все это мелко чтобы было легко взбивать у меня есть конечно у меня есть конечно штука для коктейлей но честно говоря мне лень ее доставать ради 250 миллилитров всего лишь то есть обычно мы с мужем делаем летом летние коктейли то есть мы туда добавляем целый литр молока и вместе с бананом крутим прям вообще а тут всего так мало тем более то что кефира мне хватит всего лишь на два раза кефира мне вот такой вот кувшин молока его нам привозят каждый день машина приезжает по утрам вот и кстати цены очень дешевые вот мама начала покупать я обычно стараюсь покупать магазине вот но тут тоже я узнавала все там проверено все хорошо у них здесь у нас 500 грамм главно написано миллилитров так и теперь вот этому все перекладываем с вами сюда и потом я залью просто кефир и перемешаю все это вот так он выглядит сейчас он пока еще у меня холодненький кушать я буду только в пять часов сейчас у меня время 4 то есть он сейчас у меня остынет потеплее часочек и я приду его кушать я думаю должно получиться очень вкусно сегодня у нас понедельник и это значит я поливаю все свои цветочки и сегодня я буду подкармливать вот этот цветочек его раз в месяц сейчас у меня еще январь до февраля такое вот на средство добрый сил я уже подкармливал в принципе все хорошо вот здесь написано 5 миллилитров на 2 литра вот у меня бутыль 2 литра 2 литра с под тархунчика вот у меня ложечка сейчас мы в эту ложечку хочу изболтаем запах такой интерес черненький конец все все вот вот и вот 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 польем вот этот цветок у него видно у него детки есть поэтому мы будем его первым плевать все пошла вода у него хороший контейнер теперь мы будем проливать вот этот он у нас цветет цветет здесь тоже главное не перелить потому что у него нет контейнера надо докупать кстати алоэ у меня очень плохо растет я не знаю почему или они медленно просто растут так как то что мы не будем плевать мы будем поливать их первого числа следующего месяца я всегда их первого числа тут вот еще чуть-чуть здесь уже вот водичка уже появилась очень неудобно на самом деле тоже часто переливаю так и у нас тут кстати вот еще розочка живет мне по понедельникам если честно всегда удобно поливать как-то ну запоминаешь понедельник так ну вот у меня есть еще один декабрист он покажется еще ни разу не цвел он стоит у меня немножечко в темноте он стоит на шкафу но я его очень люблю я обожаю декабристов а ты не знаю блин классно просто растет у него вообще прям такая ветка вот пошла куда-то он принципе а ну вот кстати он у меня тоже стоит сбоку потому что я планировала что тут вот тоже будет стоять у меня второй декабрист и вот пока что никак покажите нету времени искать сейчас мы с вами тоже будем поливать но ему тут надо тоже земельку добавить потому что тут уже выемка появилась и тут видите какие-то у него наросты появились на кончиках горшка это надо тоже все убирать пока вот руки не дошли у него хороший там металлический контейнер вот все полилось вон видите вода плелась мне прям здесь уже лежит готовая тряпка которая все это забирает еще снизу подкладываю тряпку чтобы мне на компьютер не потекло перелилось все таки вот так у меня каждый раз переливается из этих цветов поэтому честно говоря я не очень люблю вот эти вот такие вот маленькие я люблю когда в контейнерах вот и сейчас мы пойдем с вами в другую комнату там тоже цветы там польем а потом будем поливать вот этот но и в принципе очень долго надо плевать так вот у нас с вами другое окно здесь у нас декабрист я уже два раза снимал как он красиво очень цветет и вот он еще на конец января здесь вот он цветет наверно там цветочка 34 где-то 4 цветочка вот уже все доцветает и вот собрала сейчас только вот они так как много было вот и также долларовое дерево вот он уже распустился вылез такие молоденькие бель не беленькие как чистенькие листочки такие красивые сейчас мы его польем он еще больше распустится у нас раскроется здесь у нас тоже есть контейнер здесь удобно и декабристо польем 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 хорошенько чтобы они питались и все свои цветы раз в неделю поливаю зимой я поливаю кактусы раз да зимой я раз в месяц а летом как то поливаю каждую неделю все тут уже водичка пошла внизу все пропиталась лапки декабриста уже дошли до сюда и принципе у декабриста есть корешки он может спокойно здесь прижиться у него и жизнь то что у меня был как раз такое когда лапка декабриста прижилась в другом цветке и это было необычно ну я по-моему убрала оттуда не знала что так бывает она оказывается прям корнями туда какие они красивые посмотрите класс такие красивые так а тут у нас новых но их много тут было много цветочков он прям цвел так хорошо такой штучки розы вот я мечтаю остальные все цвета собрать в одном горшке а чей-то он бутончик отварился маленький бутончик отварился вот так вот